Приветствую вас! Вы знаете, несколько странным выглядит на мой взгляд ваш вопрос, потому что мы должны вам посоветовать, что делать, разводиться или не разводиться, я так понимаю, с мужем, на основе, по сути, вообще отсутствия информации какой-либо. То есть, вы не предоставили никакой информации. Вот. На чём мы должны делать выводы, на что мы должны опираться при, вот, ну, вот, собственно, при советах вам. Мы вам советуем, вот, что-то. На что мы должны опираться, на какие данные мы должны опираться, вот. Я, честно говоря, этого не понимаю, вот, к сожалению. Ну, вот. Мало того, мы, вот, будучи психологами, мы не даём советов. Вот, понимаете, вы несколько ошиблись с адресами. Не дают психологи советов. Вот. Мы не занимаемся советов. Мы помогаем человеку в себе забраться. Вот. Мы не, ну, не даём никаких советов. Вот. И очень важно это понимать. Очень важно в этом давать себе как можно более чёткий, чёткий отсчёт. Понимаете? Вот. Вот. То есть, тут вы что? Вы пытаетесь, значит, с себя ответственность снять. Вот. Вы пытаетесь переложить её ответственность на нас. Ну, это, опять же, такая вот не самая лучшая идея. Вот. Потому что... Проблема это у вас не решить, а вы просто большее время, большее количество времени будете пребывать в таком, ну, таком подвешенном, условно говоря, состоянии. Вот. Это вот такая история, да? Значит, такой момент. Следующий момент важный. Вы пишите. Хочу развестись с мужем. Из-за чего? Причёмного? Ну, какие причины? Почему вы не раскрываете эти причины, если вы хотите, хотите помощи? Вот. То есть, странно, опять же, да, немножко выглядит, что вы обращаетесь с помощью к нам, да? Вот. Но при этом вы не раскрываете причины, по которым хотите развестись. А как уже вы когда-то выбирали этого человека, чтобы с ним жить? Вы хотели с этим человеком быть вместе? Ну, я полагаю. Ну, я полагаю. Вот. А вот, что ли, что произошло? Не очень понятно. На самом деле. А вот, там, ну, простите, опять же, да, вот, что ты. Причем много, а... Ребёнок есть. То есть, вы, получается, как-то вот давно для себя поняли, что не хотите быть с... ну, с твоим мужем или что, то есть, вот, как бы, ну, в чём здесь суть вашей проблемы, вот, да, ради ребёнка, безусловно, не нужно стараться сохранять отношения, да, потому что, ну, в этом нет ничего вообще хорошего, вот, ибо отношения лучше не станут, а ребёнок от этого счастливее не будет, ну, не будет, да, от того, что его родители вместо него, вот, а другой вопрос, что, может быть, вы сами боитесь чего-то, да, например, вы боитесь, что, допустим, ну, не знаю, не справитесь с ребёнком, например, вы боитесь, допустим, что, ну, что вы сможете дать ему, ребёнку, я имею в виду, то, что нужно ему, вот, то есть, есть какая-то вот тревожность, да, и недоверие себе, а это уже другой вопрос, и, как бы, здесь, эм, нужно, ну, разграничивать это, то есть, вот, здесь нужно, именно, что, немножечко, эм, ну, отделять одно от другого, вот, по сути, потому что, эм, это разные вещи, но, если вы боитесь, эм, вот, то, конечно, со страхом, со страхом нужно поработать, чтобы, эм, чтобы вы не боялись, вот, как раз таки. Дальше, не могу решить, эм, посоветуйте, пожалуйста, ну, мы вам не посоветуем, потому что мы, как я уже сказал, мы психологи, мы не занимаемся советами, вот, э, ваши, ну, вот, сомнения, они, э, для меня ясны, да, они ясны, ясны для, э, указывает нас, э, для специалистов, я имею в виду. Эм, вот, ну, это не решает проблемы, проблемы, прям, непонятные, из-за чего вы, э, сомневаетесь. То есть, что, вот, служит основанием, основанием для сомнений ваших, ну, не совсем, э, не совсем здесь, э, понятно. Понятно. Вот. Так что это нужно... ...приследовать. Вот. На мой взгляд. Ну, по-моему, нужно. Вот. Вот, в принципе, все, что я могу сказать вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена. Удачи. Удачи. Продолжение следует...